Получается, вы не разделяете призыв? Россия вперед! Россия вперед! Такой призыв-то грех не разделить. Мне просто интересно, что в какое вперед? Ведь чтобы идти вперед, надо чуть понимать направление. Когда вы мне скажете направление, тогда мы пойдем вперед. Но у меня такое впечатление, что в этом впереди, в этой впереди мы уже были. И там ничего хорошего нет. Мы впереди были уже 70 лет, да, и до этого тоже долгие годы, в этой канаве, в этом кювете. Там нет еды, там нет свободы прессы, там расстреливает поэтов, там Мандельштам погибает в концлагере, и Мерхольд, и Цветаева повесилась в этом впереди. Вы хотите такой впереди? Вы хотите 91-й год опять впереди? Что вы хотите? В каком впереди? 37-й? Мне просто интересно. Это те же самые лозунги, те же самые люди, более того, это делают. Поэтому сначала надо понять, в какой впереди, потом уже туда, так сказать, бежать. Я понимаю вашу точку зрения, но давайте вспомним Столыпина, который говорил о том, что России все-таки нужно время для развития. Может быть, все дело просто в этом? Вспомним Столыпина. Знаете, кто любит вспоминать? Глазунов. Художник, который, помните, к нему Путин пришел и тоже, конечно, говорит, Путина не любит, а что? Ну, Путин развлекается, а эти все, так сказать, ведут себя как не очень, не с очень большим достоинством, ребята. Это почему у Невского меч короткий, помните? Увеличьте его, сейчас подрисуем. И подрисовал художник, подрисовал, как правитель сказал. И вот у Глазунова вся радость жизни, просто вообще его любят больше, чем Анжелику Маркизу Ангелов, любят Столыпина. А Глазунов такой очаровательный. Знаете, это художник, у него эти щечки очень похожи на Александру Яблочкину. Такая была актриса, до 100 лет, по-моему, дожила. Посмотрите в интернете, Яндекс.Картинки, одно лицо. Ну, или книжки есть, у кого эти откроете. А, вы Столыпина хотели. Столыпин, ну что, 20 лет. Ну, видите, если за тысячу лет не смогли, что же вам 20 лет? Понимаете, Россия может нормально развиваться, и не 20 лет, и не тысячу. Можно за год многое сделать. Если честно признать, что мы тут ошибались, и вот теперь пойдем таким-то путем. Только не как это своим, чтобы опять в кювете, опять к пустым прилавкам и к 37-му году. Есть опыт мировой цивилизации. Там уже все пройдено, все доказано. Уже все свершили. Мы уже оттуда закупаем машины, телефоны, одежду, еду. Там все это сделано, все показано как. И ошибки там тоже видны, только надо их не повторять. Вот и все. Поэтому надо признать, да, мы ошибались. Да, больше не будем искать своего пути, которого нигде там нет. Идем вперед по правильному, так сказать, западному направлению. Все-таки в России очень такая важная составляющая – это все-таки традиции. О, да. А вы как историк, почему недооцениваете русские традиции в возрождении России? Я их очень даже оцениваю. Я прекрасно помню все эти традиции крепостного права, потом Сталинских лагерей. Все традиции у нас записаны, все ходы записаны. Вы сказали, ну какое возрождение? Возрождение – это конкретно исторический термин. Ренессанс. Возрождение чего? Античной культуры. Да, в Европе. У нас не было античности. Вы забыли, что здесь же медведи ходили, когда у них была античность. Значит, у нас не может быть никакого возрождения, потому что возрождать нечего. Нет ни одного года в истории России, который бы был замечательный, идеальный, чтобы было уважение к личности и так далее. Нет. Ну что вы хотите? Крепостное право возрождать? Или временно обязанных? Или уже кризис революционный 1905-1917? Или вы хотите революцию возрождать? Сталинские лагеря, хрущевки возрождать? КГБ возрождать? Что вы хотите возрождать? Ивана Грозного, Опричнину, смутное время. Потом темное время. Что вы хотите... Мне просто интересно, да? Нет Аракчеевщину, какой год в истории России вы хотите возрождать? Это обманка, ложь про возрождение. Надо просто понять. У нас есть государство новое, 991-е годы, да? У нас есть Конституция. Вот это государство надо любить, уважать. Это называется Российская Федерация. И надо сделать все, чтобы это государство обошлось без лагерей и без ошибок прошлых. Вот и все. Слушаю представителей либерального лагеря. Подчас хочется их упрекнуть в том, что они неправильно будут делать диалог с простым народом. Они не прислушаются к его мнению. Даже если либерал правы, насколько верны их поведения? Отвечаю. Прислушаться? Нет. Во-первых, если вам говорят, что дважды два, не четыре, а сорок семь, вы что, будете прислушиваться, сказать, ну да, тоже интересная точка зрения, да? Или говорят, вот мы уже провалились 70 лет, была экономика провальная, все полностью проиграли. Давайте, может быть, еще частично. Да, мы уважаем и этот бред. Нельзя. Более того, если вы подойдете к этому совку или ватнику и скажете, что мы отчасти с тобой согласны, вы думаете, что он вас будет больше ценить, уважать или не захочет вас убить? Ничего подобного. Он будет также вас ненавидеть. Надо, наконец, прийти к следующему. Надо, чтобы четко была ясность, путь, которым шли эти советские, так сказать, ребятки. Он ошибочный. Он привел страну к гибели, к нищете, к развалу, к политической гибели. Все. Здесь не может быть двух мнений. Надо сказать, признайте это, ребята, признайте, и давайте заживем уже по-другому. Не могу не признать, среди граждан России сегодня действительно нарастает градус негативных эмоций в отношении Украины и, в частности, конечно, украинцев. В чем вы, как историк, видите истоки подобной проблемы? Ну, все-таки Россия, Украина, все-таки братский народ, одна кровь. Нет, ну, во-первых, крови разные, потому что все-таки русские – это не славяне, а у графины плюс небольшое добавление славян, плюс степняки и так далее, и так далее. Это разное. Это уже, смотрите, исследование 2006 года. Наша Академия Наук, Российская Академия Наук провели исследование, там гаплогруппы, все выяснено. У нас разная генетика, и это и по языкам видно, что, допустим, польский, белорусский, отчасти украинский, там, словацкий, чешский, они очень похожи, у нас совсем другая история. Но дело даже не в этом. Ведь русские, они ненавидят, вот, это сейчас временная такая истерия, да, которую нагнетали сверху через телеэкран, да, они не ненавидят украинцев или, там, грузин, которыми до этого воевали, или белорусов, или, там, американцев. Нет, это ненависть такая, это состояние ненависти вообще. Просто сейчас его через телевизор показали, вот туда ненависть, вот туда давайте. Больше всего русские ненавидят друг друга, к сожалению, это самая главная трагедия. Пообщайтесь с своими соседями, пообщайтесь с теми, кто едут с вами в пробки, в общественном транспорте, на работе, пообщайтесь с этими людьми, подумайте, кого больше вы и они друг друга ненавидят. Вот так вот будет ответ. Так что здесь всего лишь временная истерия, и украинцы не должны думать, не должны себя так чувствовать, такими великими, что вот весь их русский народ ненавидит. Да ничего подобного, это просто надо куда-то излить, вот этот, ущербность. Продолжение следует...